МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. В студии Галина Титарчук. Сегодня наша Республика подписала кредитный договор на 500 миллионов рублей с Международной финансовой корпорации. Эти деньги пойдут на строительство и ремонт детских садов Чувашии. Но деньги – это не самое главное, отметили участники Межрегиональной конференции развития инфраструктурных проектов. Именно такие профессиональные формы должны выполнять функции проводников идей. Межрегиональная конференция развития инфраструктурных проектов собрала в Чебоксарах экспертов Международной финансовой корпорации, представителей Госкорпорации Внешэкономбанк, Европейского банка развития и реконструкции в ПФО, органов власти Чувашской республики, гостей из Кирова, МРИЭЛ и других уголков России. От всех таких конференций ожидаешь, прежде всего, человеческих контактов, какой-то сконцентрированной информации по той тематике, ради которой сюда приезжаешь. Поэтому, если тематика обозначена, это как вопросы, связанные с финансированием инфраструктурных проектов, инфраструктурные проекты, это, наверное, основа, или, скажем так, переходя на язык миссий Внешэкономбанка, это те проекты, которые позволяют снять инфраструктурные барьеры для развития бизнеса. В 2010 году в Чувашии твердо определили курс на решение проблемы с нехваткой мест в детских садах. Задача решалась по-разному. Это и частные детские сады, и открытие дошкольных групп, и реконструкция детских учреждений. В 2011 году в республике впервые за 18 лет началось строительство трех детских садов. В 2012 построили пять и реконструировали три. В этом году в Чувашии планируется открыть 11 детских учреждений. И договор с Международной финансовой корпорацией – это новые возможности для улучшения ситуации. В прошлом году отработали с ними сумму 500 миллионов. И в этом году, в начале года, уже главой республики было подписано мандатное письмо о готовности Чувашии привлечь еще 500 миллионов. На сегодня мы приняли решение, что условия Международной финансовой корпорации, о чем специалисты подробно рассказали, для нас наиболее комфортны именно с финансовой точки зрения. Если мы говорим об условиях, то срок он такой же – 8 лет. А процентная ставка у нас сложится даже несколько лучше, чем в прошлом году. Принимая решение, мы, конечно, смотрели, что она наиболее сегодня приемлемая по сравнению с альтернативными вариантами. И на наш взгляд, условия лучше, чем в прошлом году. Подобная встреча проводится впервые. Представители МФК рассказали участникам об особенностях сотрудничества с корпорацией. Поделились опытом работы с другими странами. Возможно, межрегиональная конференция станет площадкой для завязывания новых партнерских отношений. В Чувашии хороший опыт работы по привлечению инвестиций. И им необходимо делиться, подчеркнули участники конференции. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В рамках форума предполагается подписание соглашения между кабинетом министров Чувашии и ОАО «Российские сети» о сотрудничестве по обеспечению надежного электроснабжения. Кроме того, запланирована встреча Михаила Игнатьева с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и подписание соглашения между правительством Санкт-Петербурга и кабинетом министров Чувашской республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2013-2014 годы. Сегодня второй день работы выставки региона «Сотрудничество без границ». Себя и свою продукцию представляют более 200 участников из разных городов страны. Некоторые новинки просто цепляют взгляд посетителей. Это первые в Чувашии молокоматы автоматы, которые дают молоко. Нечто похожее было в советское время, только автоматы были с газировкой. Молокоматы собираются установить на улицах, пока в качестве эксперимента в восьми точках Чебоксар. А это еще одна новинка – социальный портал, который планируется к запуску. Презентовало его Министерство здравоохранения и социального развития Чувашии. Интересные идеи пока не имеют прецедента в стране. Портал социальных услуг – это своего рода аналог медицинского портала. По сути дела, это единая точка входа для всех социальных учреждений, для всех пользователей, для наших клиентов, для всех жителей Чувашской республики, для того, чтобы они смогли ответить на вопрос или получить ответ на свой вопрос, что такое социальные услуги. Какие социальные услуги они могут получить сегодня у нас на территории Чувашской республики или за пределами ее. Какие социальные учреждения имеются, какие работники имеются, к кому нужно обратиться в той или иной трудной жизненной ситуации. То есть это, по сути дела, продолжение очень большого проекта «Электронное правительство». Словом, портал объединит в себе 43 сайта социальных учреждений, базы данных, новости, информационно-справочный материал, вспомогательных учреждений. В разработке специальная электронная регистратура. С помощью социального портала пользователи смогут, например, узнать о мере государственной поддержки, а благодаря социальному калькулятору провести необходимые расчеты. Введя все свои данные о своем достатке, о своем доходе, о своем социальном статусе, может получить сразу ответ на вопрос, может он получать ту или иную субсидию, или ему, в общем-то, нужно еще что-то сделать для того, чтобы получать те или иные услуги. То есть фактически здесь же будет так называемое скопление всех, ну да, консультаций, в общем-то, всех специалистов, которые могут сегодня в социальном плане ответить на любые вопросы. Ну и прямо на выставке сотрудники министерства организовали свою противотабачную акцию. Посетителям предлагалось сделать первый шаг к здоровому образу жизни, обменять сигареты на яблоки и соки. Кроме того, желающие могли пройти обследование у офтальмологов. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. К рассказу об участниках выставки мы еще вернемся в конце выпуска. А сейчас к другим новостям. Как провести операцию с минимальным риском для пациента? Сделать так, чтобы он быстро восстановился и сохранил мобильность? Сегодня эти и другие вопросы обсуждают ведущие травматологи Республики, России и мира. В Чебоксарах в Федеральном центре травматологии и эндопротезирования открылась межрегиональная научно-практическая конференция. Репортаж с операцией смотрите далее. Этой девушке 26 лет. У нее сложные заболевания тазобедренного сустава. Врачи отмечают, что при таком диагнозе главное – отложить протезирование как можно дальше по времени, чтобы через 10-15 лет пациенту не пришлось менять сустав. Такие состояния, так называемая дисплазия, встречаются очень часто. Они до поры до времени молодые женщины, особенные женщины, не знают. И когда по замуж, потом когда по беременности, набирая вес, они тазобедренные суставы начинают ощущать боли. Но из-за беременности никто не делает рентгенограмму, а после этого там становится иногда поздно. И тогда надо этим молодым искать замену сустава. Подобные операции начали проводить в США еще в 80-х годах прошлого века. Но в России это только второй подобный опыт. Под нашим наблюдением возможно будет делать, но это, я думаю, в будущем. Это первые опыты вообще в стране. Так что, я думаю, со временем, конечно. Федеральный центр травматологии и ортопедии в Чебоксарах работает уже 6 лет. Подобные встречи с ведущими хирургами-ортопедами мира здесь проводят каждый год. Лечение молодых пациентов, это период от стабулярного стеотомин, так называемого, когда лечение дисплазии врожденных пороков тазобедренного сустава проводится без эндопротезирования. Это для нас традиционная тема эндопротезирования крупных суставов коленного тазобедренного. И тема реабилитации пациентов, она очень актуальна на сегодняшний день. Участники конференции уверены, что обмен опытом, мастер-класса, совместной операцией позволят российским хирургам наработать необходимую квалификацию, что в конечном итоге откроет перед пациентами новые возможности. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика. В эти дни в Чебоксарах проходит и международная научно-практическая конференция «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроения». Конференция посвящена 150-летию известного ученого и судостроителя-академика Алексея Николаевича Крылова, уроженца Чувашской земли, сделавшего существенный вклад в российское кораблестроение и мировую науку. В Чебоксарах собрались ученые мирового уровня. Сегодня один из организаторов форума, генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» Владимир Александров, встретился с председателем кабинета министров Чувашии Иваном Маториным. Цель конференции – помочь исследователям, инженерам и математикам разных стран, вовлеченным в создание, развитие, применение и исследование явлений гидродинамики больших скоростей, найти точки соприкосновения, обеспечить возможность взаимообмена в области кораблестроения. Имя академика Крылова для ученых знаковое. Алексей Крылов – основоположник теории корабля, автор множества работ по артиллерии, механике, математике и астрономии. Мы очень рады, что именно в Чуваксарах состоялись такие главные мероприятия. Ну и еще вот мы поедем завтра, Лебедев уже с нами встречался, поедем в Пореченский район, в деревню Крылова, там будет тоже встреча. Мы-то пять лет назад, когда были, помогли немножко там материальным. Ну и мы за последние годы старались насытить музей материалами, то есть все конструкции, скибероза, лодостроители, модели, макеты, различную литературу, описание. Сейчас наметились двиги в отечественном судостроении. Не последнюю роль в этом играет и производственное объединение имени Чапаева, которое поставляет на верфи свою продукцию. Сессии, экзамены, защита дипломов. У студентов сейчас поистине горячая пора. В сельскохозяйственной академии тоже кипят страсти. Правда, связаны они далеко не с учебным процессом. В данную минуту за этими дверьми решается судьба одного из ведущих вузов республики – сельскохозяйственной академии. Выбирают того, кто встанет во главе этого учебного заведения. Возникла такая необходимость после громкой отставки предыдущего ректора Николая Васильева. Идут выборы, судя по всему, в обстановке строгой секретности. Несмотря на многочисленные обращения к представителям академии, нашу съемочную группу внутрь так и не пустили. Несмотря на закон о СМИ, журналистам вход был строго запрещен. Впрочем, двери оказались закрытыми не только для прессы. Попасть в академию не смогли даже те, кто к выборам имеет самое прямое отношение. Вероятно, допустили до избирательного процесса только избранных. По каким критериям руководство вуза, кстати, во главе с одним из кандидатов на избираемую должность, определяло тех, кто имеет право участвовать или хотя бы наблюдать за процессом, неизвестно. Ясно одно – это не нормы закона. Так, к примеру, попасть на голосование не смог наблюдатель от одного из кандидатов. Его не пустили в здание, несмотря на официальное направление, составленное согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Мы просили в случае отрицательного решения дать обоснованный мотивированный отказ в письменной форме до 15 часов 20 июня этого года, с тем, чтобы мы могли опротестовать их решение. К сожалению, они нам не ответили. И сегодня Галина Александровна Емельянова, председатель комиссии по выборам ректора Академии, заявила мне, что меня не пустят. Оказался за бортом и бывший ректор Николай Васильев. Это его отставку в декабре прошлого года студенты встретили митингом протеста. Тогда студенческие пикеты не помогли. Как сообщает российская газета, Васильева сняли с должности с формулировкой «за неэффективность». Но сегодня неэффективными оказались попытки экс-ректора попасть в здание. Я тоже являюсь сотрудником кафедры 0,25 ставки. Я тоже имею право, доступ в Академию, чтобы посмотреть, кого же мы выбираем ректор Академии. И непонятным причинам Министерства России во главе, наш учредитель нашей Академии Министерства России, прибыла большая делегация. Вместе с ними приехала, так видим, охрана Министерства России, и она не допускает никого здесь. То есть это как получается сотрудники, вот посмотрите, снимите, сколько здесь сотрудников, которых не пускают на выбор ректора. С такой серьезной охраной неприступная крепость не покорилась даже сотрудникам полиции. Кстати, больше всего пострадали от секретности сегодняшней процедуры те, о ком руководство вуза должно заботиться в первую очередь – студенты и педагоги. «У нас горячая пора защиты дипломных работ. Каждый день на счету. И сегодня целый день пропал, целый день подготовки студентов, встреч с дипломниками пропал по непонятной причине». «У нас консультация, завтра защищаем дипломную работу. Так по плану защиты, предзащиты нужно готовиться, а мы стоим тут». Голосование так и прошло за закрытыми дверьми. Спустя несколько часов их все же отворили. Правда, лишь для того, чтобы выпустить участников в голосование. Впрочем, и они были немногословны. «Обычно я выбираю реактора, больше ничего особенного. Я студент, и мне главное, чтобы было развитие академии». «Пошло спокойно, но нечестно». «А что в чем было нечестно?» «Это лично мое мнение». Итог. У руля остается Людмила Линник. В ближайшее время из ее должности исчезнет приставка ИО. О будущем вуза, в котором работа нового ректора. Кстати, юристы по образованию начинаются с нарушения федерального законодательства. Остается только догадываться. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Евгений Анисимов. Республика. Жители Чебоксар, оказавшиеся сегодня днем у дома МОД, были приятно удивлены. Вместо привычной остановки они увидели «умную» остановку. Это новый проект Сбербанка, который поддержала администрация города и руководство республики. Чем же эта остановка умна, выясняла наша съемочная группа. Здесь удобно для горожан электронное табло, которое показывает время прибытия нашего городского транспорта. В данный момент все троллейбусы городские, они подключены к ГЛОНАСС. Практически заканчивается подключение маршрутных такси и городского пассажирского автотранспорта. Есть ли задержка по какой причине? Комфортные условия ожидания транспорта. К услугам жителей возможность подключиться и скоротать время к интернету через Wi-Fi. Причем к абсолютно доступному и свободному. Здесь же возможность на коротке совершить какие-то банковские операции. Заплатить за жилищно-коммунальные услуги, заплатить за телефон, получить наличность. Я предлагаю не говорить много слов, а просто начинать уже пользоваться. Пойдемте. Поздравляю всех. Опробовать умную остановку вместе с депутатами смогли и жители республики. На их памяти такого еще не было, хотя чебоксарцы повидали всякое. Я вам могу показать, какой я был в 45 лет, вот при штурме Рейстага. А это вот уникальный снимок с Жигар Ханяном. Ни у кого такого нет. Одной остановкой дело не закончится. В скором времени умные остановки появятся и на других улицах города. Две из которых должны установить еще до дня республики. Ольга Алексеева, Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Бал для школьной элиты. В Чебоксарах собрали вместе самых талантливых и умных выпускников. В их аттестатах только отличные оценки. Позади экзамены, впереди новая ступень. Скоро в их руках появятся студенческие билеты. А пока есть время, чтобы отдохнуть и станцевать настоящий вальс. На праздники лучших из лучших побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Самых лучших выпускников столицы встречают не хуже голливудских звезд под звуки оркестра. К этому вечеру они готовились долго. Умники в строгих костюмах, умницы в шикарных платьях. Кавалеры приглашают дам на вальс. Этот танец запомнится им на всю жизнь. Вспоминают о школьных годах, прощаются с родными учителями и одноклассниками. Впрочем, на лицах выпускников нет ни следа грусти. Дверь детства закрыта навсегда. Перед ними теперь открыты взрослые дороги. Они готовы преодолеть самый извилистый путь. Каждый год столичные власти приглашают отличников на бал. Но героями этого вечера становятся победители Олимпиад и те, кто набрал на экзаменах все 100 баллов. Вот она, десятка лучших. Многие из них уже задумались поступать в московские вузы. Либо на международные отношения, зарубежные любви наведения, либо международные экономические отношения, либо востоковедение. А без усилий тут ничего не добьешься. Медалистов и их родители власти наградили ценными подарками. Глава города отметил, что в родном регионе для них будут всегда открыты все двери. Тем более, что в республике открываются новые заводы. Впрочем, их ближайшие планы не такие глобальные. Впереди школьные балы. Наряды еще пригодятся. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Чебоксарах объявят имена чемпионов Евразии по кикбоксингу. В день республики на стадионе «Энергия» состоится престижный турнир единоборств. Главную схватку разогреют пять боев. За титул лучшего сразятся каратисты, тхэквандисты, боксеры. Чем организаторы планируют удивить зрителей, об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал неоднократный чемпион по кикбоксингу Алексей Соловьев. Бои будут у нас проводиться в формате ринга. То есть даже те виды, которые в принципе в ринге боях не участвуют, они нам обещали все это провести в ринге. Как бы у них на каждый бой будет своя судейская коллегия. Я думаю, что будет очень зрелищий. Тем более, главной звездой турнира, приглашенной звездой будет Олег Токтаров. Мы рассчитываем на победу наших бойцов. В первом титульном бою будет драться Ирина Спиридонова. Это ветеран единоборств, скажем так. И во втором бою будет Артур Шишокин, представитель СОБРа, тоже финалист Кубка мира, чемпион России. Я на них возлагаю огромную надежду и надеюсь, что они, несмотря на то, что у них будут очень серьезные оппоненты, соперники, я думаю, что им удастся заевать эти титулы высокие, и наша республика пополнится еще двумя чемпионами. Специально к празднику Дню Республики национальная телерадиокомпания Чувашии приготовила подарок всем жителям республики – музыкальный клип «Край родной». Словая музыку, песни написал поэт и композитор, житель Чебоксар Владимир Алексеев. Съемки клипа проходили в течение недели в самых узнаваемых местах республики. По сюжету главный герой на поезде возвращается на родину, в столицу Чувашию. В пути он общается с попутчиками, вспоминает о Чебоксарах. Край родной, расцветай, пусть хранит тебя под небом Божий крест и святой колокольный звон церквей. Нет земли не милей, и дороже нет на свете, ты частица России, матери моей. Группа выражает благодарность Горьковскому отделению российских железных дорог за помощь в съемках клипа. На этом я с вами прощаюсь. Впереди вас еще ждет подробный рассказ о некоторых участниках 20-й выставки «Регионы сотрудничества без границ». Всего доброго. Регионы сотрудничества без границ. Строительную технику для строительства жилья, социально важных объектов, дорог как федерального, так и местного значения. Технику для строительства газа и нефтепроводов предлагает компания «Лон Мади» организациям и частным лицам в Чувашской республике. Гусеничные колесные экскаваторы, мини-погрузчики, автомобильные краны, металлоперегружатели. И это еще далеко не весь перечень техники, которую можно приобрести в компании «Лон Мади». Железные мощные машины могут работать на всех строящихся объектах. Хорошо зарекомендовали себя в зимний период. Уборка и погрузка снега с такой техникой в суровые холода только в удовольствие. Техника, которую мы представляем, это техника JCB. Это высокая степень технической надежности. Стоимость ее гораздо ниже, чем аналоги, потому что у нас цены завода-изготовителя. У нас нет дилерских наценок, нет региональных наценок. Почему? Потому что цену диктует завод-изготовитель. Компания «Лон Мади» находится в Нижнем Новгороде и успешно работает с 2006 года. Наша техника очень широко применяется в различных городах нашей страны. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток. Более пяти лет эта техника представляется и продается в Чувашской республике. Мы продаем в такие известные организации, как СООР, Старко, Чувашавтодор и частным лицам. Компания «Лон Мади» всегда заботится о своих клиентах и создает комфортные условия для сотрудничества. Предприятиям и частным лицам техника предоставляется как в кредит, так и в лизинг. С компанией «Джи Сиби» мы работаем уже третий год, покупаем у них технику, предоставляем на рынке Чуваши и ближайших регионах услуги по этой технике. Эта техника надежная, хорошая, ценится своей производительностью, так что советую всем ее приобретать. Мы сделали выбор в пользу компании «Лон Мади». В Чувашской республике технику «Атлон Мади» можно заказать в организации «Дорстройтехника», которая находится по адресу город Чебоксары, улица Престанционная, 7, или позвонить по телефону 57-21-25-28-74-55. Первые сберкассы в России появились в 1842 году указом императора Николая II, а найти их можно было только в Москве и Санкт-Петербурге. С тех пор прошло немало времени, но отлаженная система продолжает работать и активно развивается. И сегодня Сбербанк России – это крупнейший банк Российской Федерации и страны СНГ. Сегодня услугами Сбербанка пользуются 100 миллионов человек и около 1 миллиона предприятий. Спектр банковских услуг обширен. Это депозиты, различные виды кредитования, банковские карты, денежные переводы, страхование и брокерские услуги. Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Наша доля на рынке ипотечного кредитования уже устойчива и достаточно давно превышает 50%. Если мы говорим про сопоставимые услуги по кредитованию юридических лиц, так это те же самые объемы. То есть сегодня Сбербанк может и к нашему общему удовлетворению, то есть удовлетворению и сотрудников банка, и наших партнеров, предоставляет хорошие условия для развития как бизнеса, как для улучшения жилищных условий людей, так и для обычных обывателей, которые решают при помощи банка свои ненасущные потребности. Одним из постоянных клиентов Сбербанка является компания Суор. Объемы сотрудничества продолжают набирать обороты. На выставке обе стороны подписали соглашение и озвучили сумму сотрудничества 5 миллиардов рублей. Пользуются услугами Сбербанка и жители республики. Их доверие к банку растет с каждым днем. Выгодные условия и удобство в использовании – приятное дополнение их сотрудничества. Например, для того, чтобы найти нужную информацию, достаточно воспользоваться онлайн-услугами. Система Сбербанк онлайн дает возможность получать информацию о текущих остатках на своих карточных счетах, платных счетах, которые также можно открывать с помощью этой системы. Кликнув обкладку «Вклады и счета», вы, в принципе, имеете возможность в том числе произвести открытие «Вклады», например. Еще одно новшество от Сбербанка – это умные остановки на улицах Чебоксар. Остановка «Дом МОД» – одна из таких. Комфортные условия ожидания транспорта, возможность совершить банковские операции и скоротать время, подключившись к интернету, возможности умной остановки. К тому же, находясь на такой остановке, вы всегда будете знать время прибытия транспорта. Узнать подробнее об услугах можно на выставке или в любом офисе Сбербанка. Экономить на тепле реально. Главное – использовать правильное оборудование. В этом уверены сотрудники компании «Термотроник» и «Этон Энерго». На выставке они представили современные термосчетчики, датчики, расходомеры, тепловычислители, регуляторы температуры и давления нового поколения. Именно они помогут жильцам дома платить за фактическое потребление тепла, а не по привычным средним значениям. В нашем случае прибор обмануть практически невозможно. Ну, по крайней мере, до этого еще не было прецедентом. Основные модули, они все спрятаны в отдельных блоках. То есть, здесь только модуль подключения. Приборы показывают всю информацию на экране. То есть, таким образом, инспектор, либо житель, придя в подвал или на узел учета, может увидеть, какие калибровочные коэффициенты, какие настроечные, сколько объем он уже посчитал. Далее информация поступает на вычислитель, который формирует отчет. Но учитывать потребление тепла – это пол-дела. Нужно еще и грамотное регулирование. Ведь если дом перетапливается, то жителям приходится платить за ненужное тепло. Деньги буквально вылетают в открытые форточки. Именно регулирующее оборудование и оборудование по учету дает желаемый результат не только для конечного потребителя, то есть для жильцов, но и для теплоснабжающей организации. Поскольку оборудование работает в автоматическом режиме, то реагирует на все изменения как вне, то есть на наши природные условия температурные, так же и на температуру внутри наших помещений. Соответственно, дает возможность нам комфортно жить, работать, при этом экономить наши средства. Приобрести и заказать данное оборудование можно у представителей в Чебоксарах по адресу улица Энгельса, дом 40, ООО «Горес». Специалисты помогут не только подобрать правильное оборудование, но и смонтировать его, а в дальнейшем и обслуживать. Дорис Кан – единственный официальный представитель Скания в республике. Компания реализует коммерческий транспорт от шведской корпорации. Дорис Кан всегда открыт для своих клиентов. При доставлении услуг компания имеет ряд преимуществ. Финансовый инструмент сильно развит. Работаем со многими предприятиями нашей сборки, именно лизинг-компаниями. В сравнении с другими регионами мы находимся достаточно на хорошем уровне. Планы, поставленные нами, мы стараемся выполнять. Естественно, это все благодаря нашим менеджерам и качеству наших представляемых услуг, именно сервиса. Автотехника под маркой Скания имеет высокую надежность, качество сборки, комфортабельность. Автомобили Скания отличаются своей безопасностью, широкий обзор лобового стекла и отсутствие мертвых зон. Не секрет, что топливо постоянно растет в цене, но машины этой марки будут экономить горючее, не теряя при этом мощность и производительность. Плюс ко всему, эта автотехника меньше других загрязняет окружающую среду. Отличаются высокой топливной экономичностью за счет разработанного нового модельного ряда двигателей, 13-литрового двигателя класса Евро-4. Мочевина поступает в глушитель, где отработавшие газы преобразуются и выхлоп становится стандартом, соответствует Евро-4 либо Евро-5. Также компания Дорис Скан предоставляет клиентам качественную тяжелую технику, сервисное обслуживание, которое проводит компания тоже на высшем уровне. В сервис-центре работают высококвалифицированные специалисты, которые выполняют ремонт любой сложности. В сервис-центре Скани в Чебоксарах стоит качественное оборудование, которое специально изготовили для того, чтобы ремонтировать автотехнику этой марки. Для того, чтобы заменить детали, которые износились в технике, мастера компании применяют только оригинальные запасные части. Все автомобили Скани модульной конструкции, все узлы взаимозаменяемые. В Дорис Скан техника собирается индивидуально под каждого клиента, исходя из потребностей. В сервис-центре есть возможность установить любое дополнительное оборудование на приобретенное транспортное средство. На сегодня в Чувашском государственном педагогическом университете имени Яковлева 10 факультетов и более 50 кафедр, на которых работают около 500 высококвалифицированных преподавателей. Здесь учатся более 6 тысяч человек. Студенты получают профессиональную подготовку по более чем 40 специальностям и профилям. Университет уже давно ценится своими специалистами не только в Чувашии, но и по всей России. В этом году у нас увеличились бюджетные места. Педагогический университет по очной форме более чем на 15%, по заочной форме более чем на 20%. Мы ждем будущих студентов в клавуниверситет. Для них есть все условия для прекрасного обучения. Кроме педагогов университет готовит специалистов и других специальностей. Мы готовим и художников, мы готовим инженеров по эксплуатации автомобильного транспорта, мы готовим инженеров для текстильной промышленности, мы готовим инженеров по пожарной безопасности и технике безопасности. Кроме учебы в педуниверситете для ребят открывается яркий, интригующий и завораживающий мир студенческой жизни. Здесь каждый может проявить свой талант в танцах, пении, КВНе. Самым главным событием является студенческая весна. Студенты не первый год выступают с лучшими номерами на всероссийском уровне. Для многих ребят университет уже успел стать вторым домом. Большая, огромная, дружная семья, которая всегда друг другу помогает. Всегда можно обратиться к кому-нибудь за помощью. Любой отдел, к любому преподавателю, проректор, ректору, с любым вопросом, который действительно нам поможет и поможет в будущем. До нового учебного года осталось не так много времени. И выпускникам уже стоит определиться с выбором профессии и учебного заведения. В педагогическом университете уже работает приемная комиссия, где можно узнать любую информацию. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.